Добрый вечер! Вы смотрите Телемикс Новости в студии Ирины Мигунова. Сегодня в программе. Бессмертного полка в этом году не будет. Акцию отменили организаторы проекта. Уссурийского волонтера Анну Павлову наградили благодарностью уполномоченного по правам человека в России. 50 лет вместе семья Золотаревичей отметила золотую свадьбу. Метеоритный дождь. Жители города смогут увидеть небесное шоу в субботу. Наши в суперлиге. Уссурийского гонболиста взяли высший дивизион. Художественная гимнастика. Соревнования красоты и грации прошли в городе. Шествие бессмертного полка не будет в этом году в Уссурийске. Отменили акцию и в других городах страны. Такую информацию озвучили организаторы проекта и обосновали свое решение соображениями безопасности. Уточняется, что акцию проведут, но в другом формате. Каком станет известно позже. Пока среди вариантов перенести бессмертный полк в онлайн, что предполагает размещение фотографий участников Великой Отечественной войны на сайтах и в социальных сетях. Также изображения можно, например, печатать на футболках и клеить на автомобиле. Подобное уже было, когда вся страна сидела дома из-за пандемии. В прошлом году шествие состоялось на Центральной площади. В памятном строю прошли 15 тысяч уссурийцев. Благодарности уполномоченного по правам «Человека в России» поощрили депутата Думы Уссурийска Анну Павлову. Церемония вручения высокой награды прошла в городской администрации. Анна Юрьевна – волонтер с многолетним стажем, общественный деятель, руководитель местного отделения движения «Матери России» и благотворительного фонда «Сохрани жизнь», на базе которого в прошлом году открыл свои двери клуб «Сила жизни». Место объединило матерей и жен мобилизованных военнослужащих. За годы своей работы Анна Павлова помогла тысячам жителей округа и края. Мы вам благодарны за вашу очень большую волонтерскую, добровольческую работу и помощи малоимущим семьям, помощи детям необычным. И очень большая работа у вас сейчас с участниками своего, с членами своего, с членами семьи и сама вы многодетная мама. Вот именно такие люди, на таких людях держится Россия. Отличников и хорошистов «Тотального диктанта» поздравили в Уссурийске. Сертификаты с подписью организаторов вручили всем, кто мог прийти на награждение. А обладатели «пятерок» получили еще и приятные подарки от спонсоров. В число отличников вошли корреспонденты газеты телевидения, педагоги школ и Суворовского училища, врач, предприниматель, банковский работник. Напомним, в этом году на очной площадке Всероссийской акции в нашем городе собрались 136 человек. Возраст желающих проверить свою грамотность от 12 до 78 лет. Четверо в итоге работы не сдали. Среди остальных участников 29 написали на отметку «хорошо» и всего 8 в этом году «пятерок». Я думаю, что в этом году просто удалось многим получить даже хорошие оценки, высокие вообще пятерки, только потому что диктант, по сути, оказался не столь сложным. Фактически сложность, наверное, представляли всего лишь несколько слов, которые организаторы этого диктанта все-таки постарались предупредить, потому что на экране были эти трудности, о которых как раз предупреждали. И те, кто внимательно смотрел и слушал, этих ошибок не допустил. Звание почетных юбиляров супружеской жизни получила семья из Уссуриска. Григорий и Елена Золотаревичи отметили 50 лет со дня свадьбы. Поздравила пару и наша съемочная группа. Григорий и Елена второй раз идут под марш Мендельсона. Впервые влюбленные пришли в этот ЗАГС в юности, в 1973 году, когда решили пожениться. Спустя 50 лет пара отмечает здесь золотую годовщину свадьбы. В знак того, что семья Золотаревичей – достойный пример супружеской жизни, их имена внесли в почетную книгу юбиляров. Такой-то разный день чувствуем то же самое, что 50 лет назад. Любить, ценить, понимать друг друга. Всегда, во всем. И в радости, и в беде. Мы же все это проходили за 50 лет. Как и 50 лет назад, супруги ответили согласием на классический вопрос регистратора. Расписались в документе и получили свидетельство о браке. Но молодоженов поджидали и приятные сюрпризы. Памятный адрес от главы округа Евгения Коржа и видеопоздравления от родных. На сегодняшний день мы зарегистрировали 398 пар. Это заключение брака. И провели 7 праздников честования юбиляров супружеской жизни. Это 4 золота, 2 изумруда и 1 бриллиантовый. 1 бриллиантовый юбилей – это пара, которая прожила в браке 60 лет. Сотрудники уссурийского ЗАГСа приглашают всех желающих торжественно отметить юбилей супружеской жизни. А Григорий и Елена Золотаревичи планируют встретить здесь и свою изумрудную годовщину через 5 лет. Полина Мельниченко, Роман Адонин, Телемикс. Новости продолжит рубрика «Телеконсультант». Сегодня узнаем тонкости оформления выплаты из средств материнского капитала. С этого года изменились правила предоставления такой меры социальной поддержки. У нас в семье родился первый ребенок. Я слышала, что мы уже сейчас можем воспользоваться частью средств материнского капитала. Подскажите, так ли это и о какой сумме идет речь? С 2023 года больше семей смогут получать ежемесячную выплату из материнского капитала. Изменились правила предоставления ежемесячной выплаты. Если раньше выплату из средств материнского капитала родители могли оформить только на второго ребенка, теперь эти деньги могут получать семьи с невысоким доходом на любого ребенка до 3 лет, независимо от очередности рождения, если среднедушевой доход семьи составляет не более 2 прожиточных минимумов на душу населения. Комплексная оценка нуждаемости при этом не проводится. Сейчас в Приморском крае более 3,5 тысяч семей направили средства материнского капитала на получение ежемесячной выплаты. А в этом году отделение Социального фонда России по Приморскому краю приняло уже 2692 заявления на получение ежемесячной выплаты из маткапитала. 1819 из них уже одобрены. Размер выплаты составляет 100% прожиточного минимума для детей в регионе. В Приморском крае это 18 210 рублей. Выплату можно получить одновременно с единым пособием. Подать заявление на назначение ежемесячной выплаты можно через портал Госуслуг, многофункциональные центры МФЦ Мои документы или клиентские службы отделения Социального фонда России по Приморскому краю. Если заявление подано не позднее 3 месяцев со дня рождения ребенка, выплата осуществляется с месяца рождения. В остальных случаях она назначается с месяца обращения. Выплата устанавливается на год, но на срок не более чем до достижения ребенка возраста 3 лет. Информацию по всем вопросам, касающимся федеральных мер социальной поддержки, можно получить по телефону Единого контакт-центра. Впереди короткий рекламный блок, оставайтесь с нами, далее вы увидите. Метеориты в ночном небе, дождь из небесных тел, можно будет увидеть в выходные. Уссурийский гандбол лучшего игрока города пригласили в Суперлигу. Самый красивый спорт соревнования по художественной гимнастике прошли в городе. Это вечерний выпуск программы Телемикс Новости. Идем дальше. Падающие огни на небе увидят приморцы в конце этой недели. 22 апреля ожидается максимум действия потока лириды. Астрономы обещают, что невооруженным глазом можно будет увидеть до 18 метеоров в час. Метеоры – это маленькие частички диаметром около 1 мм, которые на большой скорости врываются в атмосферу Земли и сгорают от трения. Так создается иллюзия звездопада. Своё имя апрельский метеорный поток получил по созвездию Лиры, где находится воображаемая точка, из которой вылетают частицы. Поток лириды будет продолжаться до 29 апреля, но максимальной интенсивности достигнет в субботу. Астрономы обещают, что в это время метеоры будут падать почти каждые три минуты. Стоит учитывать, что городское освещение и застройка мешают наблюдениям. Лучше всего смотреть на небо на природе. Уссурийские гонболисты успешно выступают на первенстве страны и очередного воспитанника спортивной школы «Рекорд» забирают в молодежную сборную команды «Суперлиги». Как готовятся ребята к состязаниям и есть ли еще места в уссурийских командах? Расскажем далее. Гонболисты неустанно тренируются в спортивной школе. В Уссурийске один из лучших залов в Приморре для этой игры. А мальчишки 15 лет сегодня составляют костя краевой сборной. Совсем недавно ребята на год старше вернулись с первенства России. Приморцы вошли в десятку сильнейших. Есть показатель такой, что наших ребят, особенно уссурийских, приглашают в более сильные молодежные команды при клубах «Суперлиги». У нас вот сейчас, который 2007 год съездил на первенстве России, у нас еще одного парня пригласили в молодежную команду в Уфу. То есть это уже будет третий игрок, который за последние три года из Уссурийска уезжает на повышение. Илья Хан следующий в списке на выбывание из уссурийской команды. Игрока отметил тренерский штаб в центральной части России. Теперь парень готовится к переезду в Уфу. В следующем году молодой человек пополнит состав школы Олимпийского резерва. Я буду там жить, вообще жить, буду ходить в школу, в 10 класс пойду. Буду приезжать сюда на каникулы. Сегодня среди уссурийских гандболистов есть перворазрядники. Тренер отмечает, что это хороший результат для учеников 9-10 классов в игровом виде спорта. И регулярно мальчишки выезжают с приморской сборной на всероссийские турниры. Хотя сами признаются, что конкурировать там сложно. У нас была сложная подгруппа. У нас была Москва, Московская область, Санкт-Петербург. Сложная подгруппа. Мы вышли на пятом месте с подгруппы. Ну и нам не хватало физической силы, просто техники. Но мы были на уровень слабее. Каждый год идет набор новых спортсменов. И сейчас активно принимают игроков в команду от 9 до 11 лет. Занятия по гандболу проходят на паркете спортивной школы «Рекорд» в зале «Локомотив». Феерию красоты и грации увидели уссурийцы на открытых краевых соревнованиях по художественной гимнастике. Спортсменки начали свои состязания с групповых упражнений. Сколько медалей заработали местные воспитанницы, расскажем прямо сейчас. Совсем хрупкие девочки – настоящие пчелки на ковре. Часы тренировок команда проводит в зале, чтобы отточить каждое движение, добиться синхронности и технической правильности выполнения упражнений. Это основные критерии, по которым судьи оценивают групповую программу. Уссурийск стал местом проведения открытых краевых соревнований по художественной гимнастике. 417 участниц вышли на ковер. Наш город представили воспитанницы детско-юношеской спортивной школы и федерации по этому виду спорта. Хоть волнение и присутствовало, девчонки старались всячески поддержать друг друга. У нас девочка вышла почти чуть не вышла за красную линию. Это плохова, плохо, но я ничего исправлю. Так выступили хорошо. Для меня это нормальный результат. Соревнования совпали не только с борьбой за медали, но и с приятным вручением знаков отличия. Семь уссурийских гимнасток в этом учебно-тренировочном году повысили свой разряд. Среди них пара новых кандидатов в мастера спорта. Мария Смирнова и Алина Петрова. Учебный год близится к завершению. Мы сегодня уже начинаем подводить итоги. Будем сегодня поздравлять девчонок с присвоением спортивного разряда. Кандидат в мастера спорта. Первый разряд и второй спортивный разряд. В индивидуальной программе уссурийская гимнастка Полина Смирнова стала серебряной призеркой среди девушек 14 лет. Медали такого же достоинства получили команды «Изюминка» и «Созвездие». А вот бронзы больше. На третью ступень пьедестала взошли составы «Вдохновение» Пикачу, «Бинго» и «Фортуна». Пока это все новости. Напомню, что все материалы вы можете посмотреть на нашем сайте телемикс.тв. Также не забывайте про наш телеграм-канал и социальную сеть ВКонтакте. Этим вечером с вами была Ирина Мигунова. До встречи.